Добрый день, уважаемые гости, студенты, преподаватели, люди, которые увидели анонс о нашем мероприятии из средств массовой информации или с нашего сайта. Мы очень рады всех вас приветствовать в этом зале, и нам очень приятно, что ажиотаж абсолютно соответствует тому интересу, который представляет данная лекция для широких кругов общественности. Для торжественного приветствия слово предоставляется исполняющему обязанности ректора Рязанского государственного университета имени Есенина, доктору исторических наук, профессору Андрею Ивановичу Минаеву. Уважаемая Елена Георгиевна, дорогие друзья, коллеги, сегодня действительно в нашем университете очень интересное событие. Сегодня у нас в гостях профессор Елена Георгиевна Пономарева. Каждый контакт с Московским государственным институтом международных отношений мы очень высоко ценим. Это всегда очень интересно. Для нас это большая честь принимать коллег из ведущего вуза, где готовят российских дипломатов. Поэтому я думаю, что сегодняшние события будут для всех интересны. Аня Георгиевна, если позволите, я вот немножко готовясь к сегодняшней встрече, посмотрел последнее ваше интервью и в одном интервью для себя прочитал, для себя вот нашел очень любопытную цитату. Она короткая, я позволю себе. Мы живем в очень неспокойные, тревожные времена. В условиях усиления и даже ожесточения борьбы за влияние, за территорию и ресурсы нужно быть готовыми к самым разным сценариям мирового развития. Сохранение своего суверенитета в таком конфронтационном мире требует не только наличия мощной армии, самодостаточной экономики, но и стратегического видения. Я считаю, что вот это стратегическое видение у наших молодых специалистов, у международников, историков, юристов будет формироваться в том числе и благодаря таким встречам. Спасибо за ваш приезд, за ваше желание поделиться своими знаниями, с аудиторией. Очень рады, что вы у нас в гостях и хорошего вам пребывания в Рязани, в нашем университете. А всем очень полезного и умного общения. Слово для торжественного приветствия предоставляется заведующему кафедрой всеобщей истории и международных отношений доктору исторических наук профессору Юрию Ивановичу Лосеву. Добрый день, уважаемые студенты. Елена Георгиевна, все присутствующие. Я думаю, что вот сегодняшняя встреча, она безусловно важна для нас. Когда 15 лет назад мы открывали вот эту специальность, международные отношения, вряд ли кто в нашем регионе вообще верил, что это возможно. Тогда в условиях педагогического университета получить возможность подготовки специалистов в области международных отношений. Но вот за эти прошедшие 15 лет мы доказали, что наше сотрудничество с МГИМО, с дипломатической академией и подготовка наших специалистов, они вышли на определенный уровень. И мы можем говорить о том, что мы для МИД Российской Федерации готовим специалистов, которые сегодня работают в различных уголках мира, и в Африке, и в Америке, и в Австралии, в странах бывшего Советского Союза и так далее. Вот этот зал знал очень много специалистов, которые приезжали в рамках нашего сотрудничества. Я думаю, что уместно вспомнить первого избранного ректором ГИМО Степанова Андрея Ивановича, который фактически стоял у истоков открытия вот этой новой специальности. И долгие годы работал у нас как чрезвычайно полномочный посол Российской Федерации. Вы знаете, он работал в Швейцарии, Лихтенштейне. Сюда приезжали великие дипломаты. Вот этот зал видел и Примакова Евгения Максимовича, который трижды выступал здесь на разные темы. Поэтому я думаю, что прошедшие 15 лет они, безусловно, сделали эти контакты регулярными и серьезными. И мы очень рады, что Елена Георгиевна в своем сложном графике нашла возможность приехать, встретиться с нами и нашими студентами. Большое вам спасибо, и мы рады этой встрече. А теперь то, ради чего мы здесь все собрались, слово предоставляется лектору. Лекцию вы сами, да? Да, спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Я сейчас пока не буду вставать с места. Хочу небольшие, так скажем, приятные организационные вопросы осветить. А потом лекция пройдет уже за трибуной. Но прежде всего, конечно, огромное спасибо вам, что вы нашли время прийти. Что проявили, несомненно, интерес после таких лестных приветствий и добрых слов. Конечно, у меня немножко даже некое смущение появилось, но все-таки к делу. Дело в том, что я занимаюсь действительно исследованием проблем мировой политики уже не первый год. И более того, я считаю, что не только лекциями живонаучное сообщество, но и книгами. И поэтому я привезла в библиотеку вашего университета, я надеюсь, вы воспользуетесь этими трудами, несколько книг. Дело в том, что я не только профессором ГИМО, я еще являюсь заместителем директора Института системно-стратегического анализа, ИСАН, который мы создали с коллегами. И, в частности, мы занимаемся издательской деятельностью. И вот здесь я привезла три черных книги. На самом деле, к концу года их будет уже почти десять. И они посвящены, так скажем, тайным пружинам мировой политики, которые, может быть, сразу мы и не видим. Это сборники монографий, которые раскрывают различные перипетии. Например, в одном из сборников есть моя монография, посвященная так называемому проекту под названием «Косово». Может быть, кто-нибудь знает балканскую специфику, и республика Косово является сегодня непризнанным государством. Вот как она создавалась, какие наркодела и иные криминальные действия имеют место на этой территории. Такие скрытые, повторяюсь, пружины формирования этого бандитского государства, иначе его не называем, раскрыты в работе. Очень многое зависит сегодня от личности в политике. Субъектность, она невероятно велика. Поэтому один из сборников называется «Десекрета» и посвящен конкретному раскрытию этих секретных пружин. Так что вот эти книжки будут у вас в библиотеке. И выдающийся историк Андрей Фурсов тоже в этой серии вышел. «Русский интерес», сборник его статей. И свою монографию я привезла «Принцип домино». В мировой политике различные аспекты разобраны. Ну и такая вот публицистическая вещь недавно вышла в издательстве «Книжный мир», «Вывихнутый век», «Кто его вправит». Кстати, эту книжку последнюю я посвятила именно своим студентам, чтобы могли они представлять реальную картину мира. И вот здесь есть четыре журнала «Газпром» издательства. Я положу их на край, потому что это именно для студентов. Здесь статьи про революционный хаос. Кто сможет, возьмет и кому это будет нужно, воспользуется этими журналами. Так что, друзья, читайте и думайте, анализируйте. И все-таки нам тогда удастся преодолеть все трудные времена, в которых мы сегодня находимся. И о которых вы нам говорили. А сейчас я перемещаюсь за трибуном. Коллеги, так с полным основанием я могу к вам обращаться, потому что все, кто здесь собрались, мы делаем общее дело, пытаемся разобраться в перипетиях происходящего, не только ради какого-то интереса, который может вызывать те или иные события, но и с той точки зрения, что это касается нашей великой Родины и ее будущего, не только настоящего. Итак, тема сегодняшней лекции. Дональд Трамп. Америка в поисках выхода из глобального тупика. В основном мы будем говорить, конечно, про Соединенные Штаты. И понятно дело почему, потому что в современных условиях выборы, итоги выборов, предвыборная борьба уже давно перестали быть внутренним делом государств, тем более таких государств, как Соединенные Штаты, например, как Китай, как современная Россия, таких геополитических гигантов. Эти выборы имеют действительно мирополитическую окраску. Поэтому для нас важно рассуждать и об Америке. В том числе, потому что США – это часть мировой системы, составной единицей которой является и наша страна, Российская Федерация. Но прежде чем перейти непосредственно к предмету нашей сегодняшней встречи, я люблю всегда делать некоторые эпиграфы, которые настраивают на нужный лад, заставляют, может быть, увидеть то, что сразу нам и не видно. Но в частности, для нашей сегодняшней встречи я выбрала два эпиграфа. Один принадлежит Аристотелю. И вот вдумайтесь внимательно в эти слова. Покупающие власть за деньги привыкают извлекать из нее прибыль. Так, это первый у нас посыл. Мы это себе зафиксируем, и потом постараемся доказать это в процессе нашей встречи. И второй афоризм принадлежит Франклину Рузвельту, президенту Соединенных Штатов. В политике ничего не происходит случайно. Если что-то случилось, то так и было задумано. Это тоже себе пометим в голове, потому что многие аналитики предпочитают говорить о том, что выборы Трампа – это некая случайность. Но если за случайностью стоит не случайность, а продуманная политика, то совсем все по-другому выглядит. Итак, относительно избрания 45-го президента Соединенных Штатов Америки известный специалист по военной стратегии, геополитике, специалист по римской истории. Кстати, очень хорошо известный в нашей стране после 2011 года. Именно тогда в условиях кризиса или то, что называлось болотной смуты, была издана его книга под названием «Государственный переворот». Книга была написана в 1968 году и прошла обкатку в очень многих государствах мира, но в нашей стране почему-то эта книга появилась именно в 2011 году, причем очень большим тиражом. Так вот, кто этот известный специалист по римской истории и по государственным переворотам? Это Эдвард Лютвак. Он долго работал в качестве советника при администрации американских президентов, и он действительно очень такой знающий человек, он включенный во внутренние дела. В частности, когда он анализировал избрание Трампа, он сказал очень важную вещь. Трамп – это на 90% неизбежность американской внешней политики. То есть избрание Трампа – это неизбежность, а не случайность, как подают некоторые. Но все-таки Лютвака мы немножко подкорректируем и можем сказать, что Трамп – это неизбежность не только внешней политики Соединенных Штатов, но и внутренней политики, потому что в современных условиях граница между внутренней и внешней политикой носит условный характер, пунктирный характер. Давайте посмотрим на некоторые детали. Действительно, политика американского эстеблишмента, возьмем только последнюю четверть века 25-летия, привела к очень серьезным изменениям, я бы даже сказала, в ряде случаев катастрофическим изменениям. Смотрите, государства сегодня фактически перестали быть единственными определяющими субъектами мировой политики. Национальный суверенитет все чаще заменяется суверенитетом корпоративным. Может быть, вы слышали, что Соединенные Штаты все чаще называют не государством, а кластером транснациональных компаний. То есть это место, где сосредоточены, откуда выросли, вызрели, если можно использовать такое понятие, современные транснациональные корпорации. Так вот, суверенитет начинает все больше заменяться суверенитетом корпоративным. Крупнейшие ТНК, институты глобальной финансовой системы, международные сетевые сообщества превратились не только в независимых от государства игроков, но и в некоторого рода диктаторов, которые определяют потребности и возможности целых стран и народов. Но действительно, если, например, бюджет той или иной корпорации в несколько раз больше бюджета того или иного государства, о роли какого института преимущественно нужно говорить. Это с одной стороны. С другой стороны, глобальный конкуренция Соединенных Штатов – Китай. Все мы понимаем. Благодаря неолиберальной глобализации он действительно стал не только экономическим гигантом, но Китай сегодня уже готов и к геополитическому переделу. Это с одной стороны. С другой стороны, в мусульманском мире, благодаря действиям вот этих неоглобалистов, на смену светским режимам пришли режимы антимодерна. То есть есть такая, она на государственном уровне не принята официально, но стратегия такая существует. Называется контролируемая нестабильность, или чаще в литературе ее можно встретить, стратегия управляемого хаоса, она способствовала разрушению целых государств в огромных регионах. Но вот посмотрите, вы находитесь условно на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Вы видите таблички? Стоит Афганистан, Сирия, Ливия. Но есть ли на практике такие государства? Да, есть территории, обнесенные границами, Но фактически нет уже таких государств. Территория Ливии контролирует от трех до пяти крупнейших группировок, в частности, связанных с международным криминалом, террористическими организациями и так далее. Про Сирию что уж говорить, мы можем выделить официальный Дамаск, например, мы можем выделить так называемое государственное образование, террористическое, запрещенное в России и в ряде других государств под названием Исламское государство. Мы можем видеть зоны курдов, зоны неконтролируемых вообще пространств, но это же не государство. То есть, получается, разрушение светских государств имело место, при том, что и Сирия, Ирак, та же Ливия были глубоко современными государствами до начала событий под названием Арабской весны. В результате вот эта дестабилизация, которая имеет место, и антимодернизация, она привела к чему? К огромному потоку беженцев, которые устремились в Европу, Европу прежде всего, причем по очень четким, отлаженным маршрутам. У меня было несколько публикаций на эту тему, и то, что вот я знаю, меня убедило в том, что это, конечно, хорошо спланированная, скоординированная акция была по потоку беженцев. И вот получается, что такими действиями Обама, например, его администрации загнали Евросоюз в ловушку, то есть способствовали ослаблению уже не только Ближнего Востока и Северной Африки, но и Европейского Союза. То есть, получается, что вот такое положение вещей, оно определенную часть элиты, которая поддержала Трампа и которая не хочет повторения такого опыта африканского и европейского у себя на родине. Отсюда, например, жесткая антимиграционная риторика и стремление новой администрации хотя бы риторически бороться с исламским государством. То есть, есть определенные силы, которые не хотят повторения такого сценария в Соединенных Штатах. Это с одной стороны. С другой стороны, смотрите, Трамп и его администрация, я чаще все-таки считаю правильнее называть коллективный Трамп, потому что Трамп не один, и мы немножко об этом еще поговорим, а за ним стоят определенные силы. Так вот, этот коллективный Трамп прекрасно понимает, что экспансионизм, который стал фактически альтер-эго американской политики последних десятилетий, но особенно отчетливо, начиная с Клинтона, Билла, который и заканчивая Обамой, это не только плоды в виде военных, бас, вассального менталитета лидеров, это не только торжество доллара по всей планете, но это и слишком много обязательств, которые взвалили на себя Соединенные Штаты. Соединенные Штаты не просто часто применяли силу, они слишком часто необдуманно применяли силу и использовали ее по совершенно необдуманным и продуманным поводам. Получается, что это произвело надрыв экономики сильнейший и в то же время огромные репутационные издержки. И мы можем сказать, ну что там, Америка великая страна, все равно какие там издержки. На самом деле, если вы посмотрите просто данные официальные, которые дает американское правительство, по износу, например, плотин в США. То есть это катастрофа. На самом деле около 2% от всех плотин, которых очень много в США, они современные, остальные требуют реконструкции. Вся дорожная инфраструктура, мосты, железные дороги, канализации тоже требуют серьезного ремонта. То есть деньги не вкладывались в это, а вкладывались, например, в военно-промышленный комплекс, в развитие космических инициальных технологий и так далее. То есть проблем в США достаточно. Но к этому мы добавим, смотрите, помимо надрыва такого экономического, что происходит в США? Мне поразили эти данные, что имущественное расслоение в Соединенных Штатах достигло фактически пиковых масштабов и сравнимо с уровнем 1914 года, когда 1% населения США контролировал 90% национального богатства. То есть это уже не Америка среднего класса, та добрая старая Америка, которая гордилась тем, что действительно любой человек, который туда приехал, и который достойно работает, он может достойно жить. Получается, что экспансионизм – это очень тяжелое бремя, грозящие надрывом сил. Но для того, чтобы преодолеть вот эти проблемы, совершить новый рывок, или, как сказал Трамп в своей инаугурационной речи, «сиять как пример для всех», нужна передышка. И необходимо сосредоточить силы внутри страны, перегруппировать их, оптимизировать ресурсы. И вот что интересно, друзья, что вся история Соединенных Штатов есть история чередования двух основных тенденций или циклов, как угодно можно называть. Периоды экспансии, расширения, ну это условно времена демократов, как правило, это Вильсон, это Рузвельт, Трумэн. Этот цикл, вот этот цикл расширения, экспансии, он сменяется периодом сжатия, то есть сосредотачивания на внутренних проблемах, это времена республиканцев, как правило, исключение это Буш-младший, как известно, тоже занимавшийся активной экспансионистской деятельностью. Так вот, если мы посмотрим на политику Трампа как реакцию на экспансионизм, то это означает прежде всего передышку для Соединенных Штатов и ее сосредоточенность Америки на своих внутренних проблемах. То есть это переваривание, грубо говоря, съеденного, вот тот крутой бульон глобализации, который был доведен фактически до кипения администрации Обамы, его нужно чуть-чуть остудить и спокойненько выпить и переварить, но если использовать такие вот ассоциации какие-то. То есть Америка Трампа может быть понята не как, скажем, исключительный друг России, тоже такие можно было услышать оценки, а у нее свои задачи, которые были и будут. Так вот Америка Трампа как должна быть понята, с моей точки зрения, как Америка, которая готовится к новому прыжку, в новых исторических условиях, к новым высотам, но для того, чтобы этот рывок совершить, нужна передышка. И вот в частности решение каких-то вопросов, которые могут быть решены Трампом, может быть, но не значит обязательно им. Но главное, на что обращают, кстати, американские коллеги, мое внимание, что одноэтажная Америка, та, которая поддержала Трампа, если говорить о населении, не о толстосумах, а именно население, вот эти вот голубые воротнички, работяги, которые поддержали Трампа, еще она называется Америка ржавого пояса, то есть действительно такой промышленный сегмент американский, они получили сигнал, что перемены будут, обязательно вы будете жить лучше. Они неизбежны, эти перемены. Но другой вопрос, когда? Может быть, через 4 года, может быть, через 8 лет, а может быть, вообще другой человек после Трампа будет делать эти перемены. Но то, что вот осознание этих перемен пришло, это уже очевидно. В то же время не стоит забывать, как я уже говорила, что сосредоточенность на себе это тоже временная мера. И мы ни в коем случае об этом не должны забывать. К сказанному следует добавить, что мы живем в условиях нового глобального проекта, когда социально-технологические достижения серьезным образом меняют мир. Они меняют и саму Америку, меняют и мировую экономику в целом. Происходит роботизация производства, четвертые и последующие технологические революции, конечно, приводят к активному внедрению в жизнь людей. И происходит свертывание некоторых ранее существовавших цепочек экономических, происходит замена тренда энергонезависимости, к какой-то локализации энергетических рынков производства и так далее. То есть изменения технологические могут привести к изменению и к геополитическим, в том числе, например, изменение факторов средств производства может привести к регионализации. Что это означает? Это, кстати, один из сценариев глобального развития регионализации. Но представим ее в виде своего рода огораживания от глобализации. То есть, например, то или иное государство говорит, мы будем строить не социализм в отдельно взятой стороне, а капитализм в отдельно взятой стороне. То есть у нас есть для этого ресурсы, у нас есть для этого инфраструктура, у нас есть человеческий капитал, у нас есть свой рынок, все достаточно. И то есть вводятся некие ограничения для доступа иных конкурентных товаров на свой рынок. Вот такого рода огораживание. И вот происходит намечание, намечается формирование совершенно особых зон, эксклюзивных таких, корпоративных зон, таких вот регион государств, или как там, скажем, рынков государств, корпораций государств. Об этом очень давно писали достаточно авторитетные исследователи. Но, например, если мы вспомним труды Кенития Майя, Филиппа Боббита, отечественных исследований, вот эта тенденция, она давно была уже схвачена. Но очень важно, что об этом заговорили не только научные сообщества, но и люди, которые занимаются именно аналитикой для политиков. Ну, например, научный сотрудник фонда, достаточно известный сегодня фонд «Новая Америка» Парак Ханна, он написал очередное исследование, в котором пишет, что к 2030 году, то есть посчитайте, сколько присутствующим здесь будет в это время лет, то есть совсем вот скоро, к 2030 году привычный нам мир может трансформироваться в мир нового Средневековья, он так это называет, где будут существовать не государства, а парогосударства или, опять же, особые экономические зоны, ну, условно говоря, регион, государство и так далее. То есть это будет мир городов, причем городов в основном расположены либо на морских побережьях, либо вдоль транспортных коммуникаций. То есть города нацелены на торговлю. Вот когда я читала эту работу, я сразу, у меня такая ассоциация возникла в связи с новым шелковым путем, который, проект, который реализует Китайская Народная Республика, это именно инфраструктурная такая ветка, вдоль которой могут быть размещены вот такие вот мир городов, а дальше, там, условно говоря, 300 километров от этой, во пути, от этой дороги будет, что называется, «Дикая степь». Вот, но необходимо подчеркнуть особо, что мир технологий, который все больше и больше входит в нашу жизнь, не означает автоматического перехода к миру светлому. Вот Иван Ефремов, выдающийся ученый, советский фантаст, в своем романе «Час быка» сформулировал и обосновал такое общество, которое он назвал «Эра встретившихся рук», ЭВР. Вот, господство технологий автоматически не означает формирование такого общества. Дело в том, что в этом светлом, новом технологическом мире будет проживать значительная часть современного населения, а подавляющее большинство людей может оказаться и, скорее всего, окажется на периферии торговых путей. Вот за этими инфраструктурными проектами оно будет вписано не просто в бедность, а, так скажем, в стремительно упрощающийся и архаизирующийся мир. То есть мы наблюдаем с вами некую футуроархаизацию. То есть есть часть мира, где светло и тепло, это футура, да, а есть мир большинства, вот это вот мир дестабилизации, ужасов, архаизации и так далее. И вот получается, что сохранение своих богатств, скажем, своих каких-то заводов, газет, пароходов, своих интересов в таком очень стремительно меняющемся мире требует изменения подходу и к оценке роли государства, к оценке роли своей страны, представителем которой ты являешься, в данном случае, если мы говорим про Соединенные Штаты Америки. И вот отношение к миру будущего интересным образом отразилось на избирательной кампании. В избирательной кампании столкнулись как минимум три Америки. И получилось так, что кризис власти, он вылился в отношение к нынешнему уже президенту, тогда еще к кандидату в президенты Дональду Трампу. И на самом деле кризис власти может сформировать определенную модель развития. То есть будет ли все-таки новое средневековье, вот эти вот пара государства, или пока еще на какое-то время останутся привычным нам пониманием мани, государственные единицы и тому подобное. И вот сейчас буквально про эти три Америки, которые столкнулись в ходе выборов, чтобы нам было понятно дальше, куда дело движется. Вот смотрите, доклад Гарвардской школы бизнеса в сентябре 2016 года, он был посвящен фактически целиком исследованию конкурентноспособности США. И смотрите, какой вывод делали люди, честный вывод, надо сказать, которые получают хорошие деньги за свои исследования и дорожат своим мнением. Вывод следующий. Дисфункциональная американская политическая система является сегодня самым главным препятствием на пути США к экономическому прогрессу. То есть, грубо говоря, та система, которая сегодня имеет место в США, она препятствует дальнейшему развитию этой страны и тех людей, которые эту страну представляют. Значит, необходимо что-то менять. И вот потребность этого изменения на фоне тех мирополитических проблем, о которых мы сказали, оно породило жесткую конкуренцию, жесткий конфликт внутри элиты, при том, что, наверное, даже правильнее этот конфликт элитный называть холодной войной, потому что до горячей пока еще дело не дошло, хотя явные призывы к этому идут. Ну, вы, наверное, знаете, что разговоры о возможном убийстве Трампа, они, так скажем, регулярно появляются в прессе. Но все-таки пока холодная война. Вот этих вот основных трех сегментов современной Америки. На самом деле, все гораздо сложнее, но мы берем из-за ограниченности времени такие вот идеальные типы. Итак, первая Америка. Это Америка Уолл-стрит, бюрократический Вашингтон, Чикаго, Лос-Анджелес. Это фактически Соединенные Штаты вот этого одного процента населения, которое контролирует львиную долю национальных богатств. Но это Америка именно банкстеров. Такой термин появляется в результате соединения двух слов банки, банкиры и гангстеры, то есть вот эти вот грабители. Так, значит, кто такие банкстеры? Это хозяева эмиссионных денег, центров, хедж-фондов, страховых компаний, инвестиционных центров. Вообще-то все, что можно назвать продавцами воздуха. Потому что сама биржевая система, так как она построена на финансовых спекуляциях, это фактически действительно производство денег из воздуха. И вот смотрите, интересная вещь. Если реальная сфера мировой экономики в денежном измерении составляет, вдумайтесь в эти цифры, их легко уловить даже на слух, 80 триллионов долларов. Это реальная мировая экономика. То мировой финансовый рынок составляет 800 триллионов долларов. То есть видите, какая разница между реальной экономикой и денежным наполнением. А если посчитать с деривативами, то это один квадриллион получается. Вообще, это просто даже не представимые цифры. Волксулл-стрит в виде Ди Каприо просто отдыхает при таком подходе. Подавляющая часть этих средств где находится? В управлении американскими банками. И помимо чистых спекуляций и надувания всевозможных финансовых пузырей, конечно, они пытались инвестировать в уже известные технологии. То есть они в основном не рискуют представителей банкстеров. И они не хотят дожидаться неких серьезных изменений в технологическом пространстве, поэтому они инвестируют уже в проверенные технологии. Вот, иными словами, это те люди, которые проедают сегодня будущее. Их кандидатом была Хиллари Клинтон. То есть в основном вот эта вот сфера поддерживала этого кандидата в президенты, и который не сложил оружие, как мы видим по сводкам, поступающим точно с фронтов из Соединенных Штатов. Это, повторюсь, первая Америка. Вторая Америка, назовем ее условно, позднеиндустриальные Соединенные Штаты, Америка или Америка корпоратократия, слово корпорации, которые представляют разного рода тростлевые транснациональные компании, рожденные второй промышленной революцией. Но это всевозможные владельцы, топ-менеджеры преимущественно строительных, не финансовых, не очень высокотехнологичных производств. Но главное то, что это производство, это промышленность, и на что обращаются особое внимание, тесно связанные с военно-промышленным комплексом. Мы уже сегодня упоминали Китай, он нам еще не раз вспомнится сегодня, и связь с ВПК будет очень важна. Дальше строительство, сфера услуг, в общем, подавляющее большинство американцев заняты именно в этой сфере. Вот это вторая Америка. Та Америка, которую мы сказали, Америка ржавого пояса. И эта Америка, так скажем, более что ли практична и материальна, то есть у нее есть материальные средства производства. Эта Америка и поддержала как раз-таки Дональда Трампа. А есть третья Америка, назовем ее Америкой когнитариата, от слова когнита, то есть познания и пролетариат, вот такое соединение получается когнитариат. Это Америка будущего, это Америка цифр, алгоритмов, гикономиксов и так далее. Своего кандидата эта Америка не поставила, и дело в том, что у нее недостаточно пока необходимых ресурсов, и в то же время она не хочет брать на себя бремя, очень важное бремя власти, бремя ответственности, потому что на Трампа свалятся очень многие проблемы, связанные с заменой инфраструктуры, как я сказала, с разрешением каких-то вопросов, которые накопились и так далее. И еще очень важный момент, поскольку серьезные айтишники являются очень серьезными аналитиками, они смотрят на десятилетие, так скажем, вперед, и они считают, что в ближайшее время весь мир и Соединенные Штаты в том числе ожидают очень тяжелый затяжной кризис, по сравнению с которым кризис 2008-2009 годов может показаться улыбкой истории. В основном здесь молодая аудитория, вы, наверное, не помните этот кризис, но он действительно очень тяжело ударил по всей мировой экономике, и Россия, кстати, более-менее спокойно вышла из этого кризиса, но для развитых капиталистических стран это было очень болезненно. Так вот, они прогнозируют более даже серьезный кризис, в сравнении с которым тот покажется улыбкой истории. И что они не хотят брать на себя ответственность за этот кризис, а когда этот кризис смоет своей волной банкстеров, там, скажем, переформатирует корпоратократов, вот тогда на сцену выйти могут айтишники или когнитариат. Получается, что вот эти три Америки, они все-таки столкнулись так по-серьезному между собой и по вопросу будущего. А какое будущее предлагают, например, банкстеры? Для них очень хорошо неолиберальная модель глобализации. То есть, они выступают за то, чтобы США продолжали свою экспансионистскую политику, но, как сказал один из литераторов, глобус кончился, капитализму как к системе экспансионистской надо постоянно расширяться. А куда расширяться? В общем-то, пространств съеденных нет, значит, нужно большее бремя накладывать налоговое, в частности, там, скажем, на то население, которое уже занимает те или иные пространства. Но, тем не менее, вот у них нету иной стратегии, как надувание финансовых пузырей. Но есть и второй путь. Вот за него выступает коллективный Трамп и те структуры, которые стоят за ним. Величие понимания этого коллективного Трампа ни в коем случае не глобальная ответственность. Если мы посмотрим речи Обамы, он все время говорил там именно о глобальной ответственности Соединенных Штатов. А способность показать всем пример успеха, что очень в духе отцов-основателей Соединенных Штатов, никому ничего не навязывая, а также демонстрировать силу в случае, если этого требуют национальные интересы. То есть не превентивно демонстрировать силу, а если только требуют какие-то условия. А пример успеха какой может быть? Некого экономического переформатирования. Понимаете? И получается, что нужны люди, которые это экономическое переформатирование обеспечат. А вот теперь мы подошли к, наверное, одному из самых интересных вопросов, а кто же такой коллективный Трамп? И кто будет вытаскивать эту Америку из глобального тупика? И вспомним слова Иосифа Сталина, кадры решают все, в каких бы мы условиях ни находились. И если мы знаем позиции, взгляды, бэкграунд конкретных людей, которые отвечают за большую политику, мы фактически с точностью 90% может предугадать ту политику, которую они будут проводить. Ну вот буквально, так скажем, конспективно по личностям давайте пройдемся. Вице-президент Майк Пенс. Достаточно молодой человек, 59-го года, гораздо моложе своих коллег, потому что там очень много таких пожилых людей, но не дряхлых стариков. Все они следят за своим здоровьем и в здравом уме. Это ни в коем случае не сравнимо с геронтократией периода позднего Советского Союза. Главное, что Пенс находится в зоне влияния очень консервативного крыла республиканской партии, связан именно действительно с республиканским истеблишментом. И есть такое направление, которое называется движение чаепития. Вот это наиболее так скажем консервативное крыло республиканской партии, в котором главную роль играет клан Бушей. Хорошо известно, что значительный вес Буша в политике определен нефтью и контролем над Техасом. В частности, вся, вернее, в частности, треть всех нефтяных запасов страны Соединенных Штатов сосредоточена именно в Техасе. И там расположены крупнейшие нефтяные компании. Очень важно, что там же открыли месторождение сланцевой нефти. Очень крупная мощность почти 20 миллиардов баррелей нефти. При этом, что еще и газом, я вам сейчас не называю, и иные цифры, газовые конденсаты и тому подобное. То есть, смотрите, вице-президент тесным образом связан с представителями корпоратократии в виде нефтяного лобби. Второй человек, государственный секретарь. Опять же, из Техаса, его должны называть техасский Т-Рекс, это Рекс Тилерсон. Тоже связан с нефтяным бизнесом, но очень интересный момент. И вот на это обычно особо не обращают внимания. Откуда, если Пенс пришел из политики, он до этого работал в Конгрессе, то это политик. А вот техасский Рекс, он оказывается всю свою сознательную жизнь после того, как закончил университет, проработал в крупнейшей мировой корпорации Эксенмобил. И дослужился от маленького клерка, он дослужился до генерального директора и председателя совета директоров компаний. Это уникальный случай в истории мировых корпораций, когда человек прошел такую карьеру в одной компании. Может быть, вы помните, в 1953 году Чарльз Вильсон сформулировал такое положение, что хорошо для Дженерал Моторс, то хорошо для Америки. Потом этот принцип как-то забыли, но в виде кандидатуру Тиверсона на посту государственного секретаря министра иностранных дел, для меня совершенно очевидно, что он попытается реализовать этот принцип Вильсона, но уже применительно к Эксенмобилу. То есть, что хорошо для Эксенмобил, то хорошо для Америки. Дело в том, что мы можем сказать, ну он же не дипломат, он все время корпорацией работал. Дело в том, что последние годы он преимущественно занимался международными проектами. И за его плечами переговоры в 54 государствах, включая Российскую Федерацию. Но в России, как известно, ордена просто так не дают, а Тиверсон ордена носит. Наш орден носит. Он очень искусный, умелый переговорщик. Но чьи интересы он будет представить? Если для него вся жизнь это жизнь корпорации. Тоже есть над чем задуматься. Дальше. Например, возьмем министра энергетики. Это еще один нефтяник в команде Трампа, тоже связанный с Бушем и движением Чаепития. Рик Перри тоже о многом говорит. Дальше возьмем министра финансов. Берем только ключевые фигуры. Стив Мнучин, представитель финансовых кругов и конкретно крупнейшего банка Goldman Sachs. Дело в том, что семья Мнучиных она даже входит в число влиятельных акционеров. Сам Стив тоже очень много лет проработал в этом банке. Но интересно, что он не просто банкир, а он такой что ли романтический банкир, который визуализирует очень многие проекты будущего. Что я имею ввиду? Дело в том, что Стив Мнучин был кинопродюсером, в частности, таких выдающихся фильмов, как «Аватар», «Люди Икс», «Безумный Макс», «Дорога ярости» и ряда других. То есть любой кинопродюсер в Соединенных Штатах никогда не даст деньги, во-первых, проект убыточный, а во-вторых, если он ему не лег на сердце, не отражает его философию. Об «Аватаре» и «Безумный Макс» очень конкретно выражена философия, особенно в «Безумном Максе», вот именно «Дорога ярости», кто, наверное, в аудитории смотрели, если нет, то пересмотрите, какое нас может ожидать будущее, связанное с этим новым средневековьем. Дальше, давайте посмотрим, министр промышленности и торговли США Уилбер Рос, тоже, все они, кстати, очень богатые люди, тоже опытный финансист и известен как король банкротств, то есть он занимался, собственно, вопросами слияния и поглощения, у него долго работал с Ротшильдами, в банке Ротшильдов сейчас имеют свою компанию, банкротство и поглощение, чем он будет заниматься? Вот он будет может быть этим же и заниматься на посту министра промышленности и торговли. И к этому, например, можно добавить ну в частности советников Трампа, которые являются фактически серыми кардиналами. То есть как говорится в известной поговорке мужчина это голова, женщина шея, куда шея повернут, туда головой смотрят. Вот один мой знакомый, советник одного из президентов на Балканах, он сформулировал это так, что советник президент это голова, советник это шея, куда шея повернет, туда и смотрит президент. То есть советник очень много значит для президента. Так вот, если мы посмотрим, например, на советников президента нынешнего, то, например, возьмем Гарри Кона, это советник по экономической политике будет, и также работал всю жизнь в Goldman Sachs, также представляет крупнейший банк, и на этой кандидатуре настаивал люди, тоже связанные с Бушами, например. Если возьмем, например, Стива Шварцема, на личное состояние, кстати, которого в два раза почти больше, чем у Трампа, то он возглавляет совет бизнеса при президенте. Простива Беннона, наверное, многие здесь присутствующих читали и знают, что благодаря нему, в общем-то, в значительной степени была выиграна компания президентская, и в то же время он тоже является представителем Goldman Sachs в администрации Трампа. Если мы пройдемся и по другим советникам, то вырисовывается устойчивый союз, друзья, нефтяников и банкиров, но не банкстеров, которые представляют собой некую единую такой неолиберальный конгломерат, а представителей определенных и крупных банков. И вот посмотрите, что получается, подходим уже к выводам, что кадровый расклад и те процессы, которые происходят сейчас в мире в Соединенных Штатах, нам показывают то, что грядущие трансформации фактически неизбежны. Во-первых, грозящий виток кризиса, о котором мы говорили, требует концентрации усилий и единения не просто богатых людей, но богатых представителей части, части лишь финансового, энергетического, промышленного и военного секторов. Про военных мы не сказали, но это достаточно авторитетные тоже люди. И можно будет посмотреть на сайте Фонда стратегической культуры, там подборка, в частности, моих статей по различным персоналям. Это в качестве дополнения к лекциям. Так вот, часть финансового капитала, энергетического сектора, промышленного и военного объединяется. Второе. Доминирование в ряду высокопоставленных лиц в команде Трампа представитель Goldman Sachs говорит о расколе в среде банкстеров. И в случае чего будут спасать не всех банкстеров, не весь этот сектор, а лишь очень крупные и лояльные к нынешней власти банки. Третьих, под лозунгами возвращения Америки величия может происходить не просто перераспределение ресурсов, но невозможные ранее поглощения, банкротства рейдерские схемы. Поэтому мы про короля банкротств в частности вспоминали. Грубо говоря, крупные рыбы будут пожирать мелких. И действительно, Аристотель получается, был очень мудрым человеком, когда сказал, что покупающие власть за деньги должны извлекать из нее привыль. Были вложены гигантские средства в избирательную кампанию, неважно, скажем, деньги вкладывались и в Хиллари, и в Трамп, но время приходит отрабатывать эти деньги. И если банкиры и промышленники, нефтяники вкладывали в Трампа деньги, они хотят дивиденды получить назад. В-четвертых, союз банкстеров и нефтяников, промышленных и военных может стать тем рычагом, который способен изменить вектор развития не только Америки, но и мировой политики в целом. И в частности, в чем это проявляется? Смотрите, уже отменены те ограничения, которые были введены при Обаме на добычу сланцевой нефти на территории США. Расконсервированы угольные месторождения, а это очень грязное экологическое производство. Значит, надо было преодолеть определенные барьеры, и они преодолены. Дальше будут отменены в ближайшее время ограничения на добычу нефти на шельфе. То есть, Трамп дает зеленый свет вот этим грязным экологическим производствам. Для него важнее энергонезависимость, как он полагает, в Соединенных Штатах. И главное, изменить направление развития всего нефтяного рынка. Вот что важно. По всей видимости, другие вредные с точки зрения нового президента, экологические, не только ограничения в сфере энергетики будут сниматься и пересматриваться. И интересный момент. 3 февраля 2017 года Сенат отменил правила, слушайтесь, раскрытия информации и сумм, которые американские нефтяные компании платят местным правительствам при разработке месторождений. То есть, фактически, решение это означает легализацию, засекречивание для широкой общественности коррупционных механизмов. Но если раньше надо было это показывать, эти суммы, а теперь мы не показываем, мы сами договоримся с губернатором, там, скажем, или с представителем местной администрации, сколько мы чего заплатим. Вот. То есть, получается, что серьезные изменения грядут на нефтяном рынке. А нефтяной рынок наравне с банковской системой это основа современной мировой экономики. И получается, что в совокупности все, вот то, что мы мазками с вами нарисовали, ну, очевидно, что, учитывая ограничения по времени, мы не можем детально все проговорить. Так вот, то, что мы с вами мазками обрисовали, все это означает некую политико-экономическую артподготовку перед боем. Какой бой? Бой за передел рынков, ресурсов, влияния. И прежде всего речь идет о нефтяном рынке. В частности, сюда, наверное, следует добавить и иранский вопрос, который Трамп также освежил в памяти мировой общественности, который, вроде бы, казалось, был решен при Обаме. Получается, что вот эта дестабилизация этого сегмента мировой политики, оно здесь серьезным образом спровоцирует принцип домино. То есть, когда одна костяшка валится в домино, которое поставлено на ребро, рушится и весь ряд. То есть, рушится вся существующая прежде система экономических, политических связей, правил. Все это ведет к политическим кризисам, территориальным изменениям. То есть, это увеличивает возможность региональных военных конфликтов. И получается, что приход Трампа может обернуться не просто новым средневековьем, а есть даже такое понятие как новое темновековье. То есть, когда собственно вот этот безумный Макс и ярость она будет характеристикой подавляющего, для подавляющего большинства населения. Получается, что для нас это все важно с точки зрения позиции и политики страны в мире. И, конечно, если так дело будет развиваться, мы должны себе отдавать отчет в том, что будет усиливаться давление на российскую экономику и на российский рубль и на вопросы, связанные с стабильностью и безопасностью. Поэтому нам нужно серьезным образом озаботиться, конечно, об усилении экономического базиса внутри страны. Вы, наверное, часто слышите такие слова, как «Россия является самодостаточным государством». Действительно, это не слова, а это реальность. Настолько самодостаточных стран, как современная Россия, и, кстати, как и Россия в исторической ретроспективе, сложно найти, потому что у нас есть фактически все виды ресурсов, и имеется в виду не только подземных ресурсов, энергетических и так далее, но и почва, водные ресурсы, территории, на которых можно заниматься возделыванием, леса, в общем, все-все у нас есть для достойной жизни. У нас очень высокоразвитое, интеллектуальное и в плане возживания население, то есть то, что называется человеческим ресурсом, потрясающее. Это не сравнится, наверное, ни с одним именно человеческим ресурсом в мире. И в то же время мы находимся в относительно непригодной для других народов территории проживания, которой мы привыкли. условно говоря, знаете, наверное, этот анекдот, когда один из африканцев возвращался на родину после обучения в России, в частности, чаще всего вспоминается, когда этот анекдот рассказывает Руден, его родственники спрашивают, ну, как там в России? И он говорит, ну, когда зеленая зима, еще жить можно, но когда белая, и дальше идет нецензурная лексика. вот, так что вот, ну, мы привыкли и в белой, и в зеленой зиме жить, и прекрасно выживать. Поэтому у нас есть, конечно, все основания для успешного развития. Я уже не говорю про развитый промышленный потенциал, про достижения в космосе, про военный щит и так далее, тому подобное. вот, но, чтобы все-таки сохранить вот эту самодостаточность и улучшить, и приумножить ее, нужна действительно очень серьезная политическая стратегия развития, политическая воля для реализации тех или иных проектов. А для того, чтобы вырабатывать стратегию, надо широко смотреть на мир, не широко закрытыми глазами, как в известном фильме с Томом Крузом, а именно широко открытыми глазами, и делать выводы с точки зрения своих национальных интересов из того, что происходит. То есть, эйфории относительно, скажем, победы Трампа не должно быть. Главное, что не победил и Клинтон, потому что это был худший сценарий развития. Но Трампа идеализировать мы не можем. Мы видим, что Америка будет искать выходы из глобального кризиса, но они не должны быть этими выходами за счет России. Вот буквально накануне сюда, когда я к вам ехала, получила письмо от своего польского коллеги, журналист, журналистик, он последнее время занимается в частности, он мне задал такой вопрос. А как ты считаешь, когда Соединенные Штаты, когда Трамп будет использовать Россию как плацдарм для решения китайского вопроса? Как бы мне хотелось самоотвечить, что пусть бы Трамп об этом думал, но мы никогда не позволим использовать Россию в качестве плацдарма для решения китайского вопроса. Но все же зависит от решения политического руководства. А политическое руководство должно знать расплетение внутренней и внешней политики, мировой политики. Конечно, нельзя допустить, чтобы Россию использовал кто-то, не важно, Трамп, там, скажем, Обама, кто угодно, Меркель в качестве плацдарма. Уже множество исторических событий было, когда нашу страну пытались использовать в качестве плацдарма и 2,5 метра всем этим испытателям отведено было на нашей территории. Вот для чего мы с вами задаемся вопросами о мировой политике, о Трампе, о позиции Соединенных Штатов? Прежде всего для того, чтобы понять, что нас ожидает, какие нам нужно предпринимать шаги. И с нашей точки зрения понимание происходящего это одна из основ, которая дает нам возможность предпринять уже какие-то конкретные шаги. Ну и, скажем, не допустить каких-либо жутких сценариев, неважно, новое, средневековье, темновековье на территории нашей страны. Вот, наверное, такие размышления. Я надеюсь, что будут вопросы. Вы, пожалуйста, не стесняйтесь. Я специально, так скажем, постаралась, вроде бы, по времени я уложилась даже, да, меньше часа, на вопросы поотвечаем. Здравствуйте, спасибо большое, что посетили нас. Вот, меня зовут Александр, я магистрат второго курса отделения политологии и вопрос у меня заключается вот в чем. Вы сейчас сказали, что у нашей страны есть все необходимые ресурсы, есть тот плацдарм, на котором мы можем в дальнейшем развиваться, да, и противопоставлять свою экономику там, тем же Соединенным Штатам. Вопрос в другом, как именно этими ресурсами распоряжаться и как наша нынешняя экономика устроена в целом. Ведь наша нынешняя экономика, она устроена, а точнее, встроена в эту всю крупную капиталистическую систему мировую, и в том числе наш Центробанк также работает по указке Федеральной резервной системы. Может быть, вы скептически отнесетесь к моим словам, но я это говорю, прослушав лекции вашего коллеги, в частности, это Валентина Юрьевича Катасонова, профессора доктора экономических наук. Поэтому говорить о том, что мы можем противопоставить какой-то проект, не знаю, Соединенным Штатам, наверное, да, можем, но не с нынешней, не с нынешней экономики. Это мой первый вопрос по поводу того, что вы об этом думаете, про нашу нынешнюю модель. Еще у меня есть, а еще есть один вопрос, потому что у нас часто в средствах массовой информации тиражировалась такая мысль, что мы сейчас состоим в конфронтационных таких отношениях с Соединенными Штатами, и мы вот с ними боремся и побеждаем всячески. Это показывают по центральным каналам, но если проанализировать ситуацию, в частности, ведь Соединенные Штаты накладывают санкции, высылают наших дипломатов и так далее, и так далее. А что делать в ответ России? В ответ России почему-то не делает ничего, и ведь мы же не запрещаем работать иностранным фирмам, в частности, американским, на нашей земле. Плюс ко всему, у нас ведь сейчас идет новая крупномасштабная приватизация, вы знаете об этом, и в ней разрешено почему-то участвовать американским фирмам в том числе. Это что, достойный ответ? Это наша какая-то самобытность, и мы действительно представляем свой новый проект и пытаемся как-то отделиться из этой крупной мировой капиталистической системы. Спасибо большое. Спасибо. Я могу сразу скажу, что я имею в виду, что у нас есть возможности и все необходимые ресурсы. Другое дело, что совершенно правильно вы сказали, при нынешней модели экономической, которая имеет место, и при том характере политического режима, который имеет в стране, конечно, мы не можем предложить некий альтернативный господствующим глобальный проект. Но это не значит, что об этом проекте не надо думать, о нем не надо размышлять. Все меняется. В свое время, когда Ленин сказал известную фразу, что есть такая партия, которую можно взять, над ним посмеялись, и, скажем, фактически совершили рейдерский захват партии РСДРП. А получилось, что через несколько лет сформировался совершенно новые исторические условия, сформировался в конце концов тот советский проект не сразу, не в 20-е годы, но уже к 30-м годам было понятно, куда будет двигаться и развиваться страна. Так что одно дело возможностей и ресурсов, которые имеются у страны, другое дело собственно деятельность политического руководства. Конечно, к нынешней модели очень много вопросов, она, естественно, не является социально ориентированной, она фактически, если давать уж четкую характеристику, да, это олигархический режим, это режим, который очень похож на латиноамериканские эквиваленты, то есть также, где 1% населения владеет 90% богатства. В данном случае мы просто приводили Соединенные Штаты, да, но в качестве примера. Но у нас ситуация аналогичная. Кстати, очень показательно, что в 1916 году, мы отмечаем в этом году, да, стали эти революции, поэтому такие примеры приходят в голову. Фаберже получил рекордное количество заказов на самые дорогостоящие безделушки. Шла война, страна находилась, казалось бы, в состоянии повышенной мобилизации всех ресурсов, но на том, что люди воровали, грабили военные заказы, занимались возможной спекуляцией, появилось огромное количество богатых. Так вот, почему я вспомнила этот пример? В 2016 году рекордное количество яхт всевозможных, предметов роскоши было закуплено именно гражданами Российской Федерации, которых мы в простонародье называем олигархами. Конечно, при такой модели, когда происходит дисбаланс между внешней политической риторикой и действиями, и внутриполитическими, очень сложно предлагать какие-либо проекты. Но, повторяю, это не значит, что мы можем себе отказывать в том, что у нас нет ресурсов и возможностей. Да, возможности, ресурсы есть. Будем ждать необходимого исторического момента. И, да, сейчас вы скажете. И, что касается вашего второго вопроса, вы что-то уже отвлеклась. Есть ли конфронтации? А, да, с чем мы будем отвечать? Дело в том, что, друзья, коллеги, мы, когда изучаем мировую политику, внутреннюю и внешнюю политику конкретного государства, мы прежде всего видим то, что находится на фасаде. Мы видим публичную политику. Очень много. И, на самом деле, все самое главное находится за фасадом. То, что мы не допущены, то, что называется инсайдом. И очень часто ответные меры могут не иметь зеркального характера. Ну, условно говоря, выслали американцы дипломатов. Я сама лично в этом скандале пребывало какое-то время. То есть мы это обсуждаем. И я надеялась, чуть ли не молила Бога, чтобы президент не принимал зеркального решения. И как раз я давала комментарии. Я сказала, я надеюсь, что будет принято все-таки иное решение, но не отзыв американских дипломатов. Потому что это очень грубо, примитивно, тупо. И на это и рассчитывали наши американские коллеги. То есть завертеть спираль непонимания. И президент не принял решение выслать американских дипломатов. Что было... И такое действие вызвало состояние шока. То есть американская сторона, она уже продумала следующие шаги в ответ на нашу жизнь. И вдруг мы не высылаем. То есть они обалдели. Но это не значит, что нет иных каких-то действий. Ну, например, те материалы, которые публикует Wikileaks сейчас всеобщая прослушка и так далее, они показывают на самом истинное лицо там, скажем, спецслужб американских в том числе, они формируют рейтинг репутационных издержек. антирейтинг Соединенных Штатов. Да, это играет в частности на руку Российской Федерации. Да, играет. Вот такое косвенное, не зеркальное ответ, причем, может быть, во временном лаге растянутый. В свое время как-то Владимир Владимирович задали вопрос, типа, говорят, что вы злопамятные. Он сказал, нет, я не злопамятный. Просто, говорит, я злой, и у меня память хорошая. Вот не надо забывать, да, ошибки и, скажем, своих оппонентам, конкретные действия, которые вредные они совершили. Но это не значит, что там нужно зеркально на них отвечать. Нужно быть хитрее. Более того, это с одной стороны. С другой стороны, ведь очень много взаимосвязанных вещей в политике, экономике. Недаром же Ленин правильную фразу сказал, политика есть самым концентрированным выражением экономики. Есть вещи, с которыми мы, которые тоже не выходят в публичное пространство. Но, например, вот, конечно, здесь я не все могу сказать, потому что запись идет. Попытаюсь, так скажем, обтекаемо. Но, например, принимается какое-то экономическое решение о приобретении рядом российских компаний через подставные фирмы, через офшорные зоны и так далее, например, урановых рудников в Соединенных Штатах. И эта сделка совершается. А при этом официально известно, что Россия часть урана продала, например, Соединенным Штатам. И когда посчитается общий объем урановых рудников в США, оказывается, что мы оказались в огромном выигрыше, а не в проигрыше по ельцинской вот этой сделке по урану. И это есть метод давления на те или иные политические фигуры теперь в Соединенных Штатах. Вы понимаете, какой может замес быть крутой? То есть сразу и не поймешь. Поэтому не надо в политике видеть только зеркальных мер. Другое дело, повторяю, что не значит, что нужно забывать, когда тебя обижают. Вот этот вот христианский принцип, тебя ударили по одной щеке, подставь другую, он в политике не работает. Так, давайте дадим возможность, если нету других желающих, то... Друзья, не стесняйтесь. Есть такое убеждение у студента, что вроде бы как бы неудобно задать вопрос. Человек, вон рука, вижу, вставайте, подходите сюда или громко задавайте вопрос. Хотелось бы уточнить, как, по вашему мнению, будет защититься взаимодействием данного этапа с Соединенных Штатов Америки и частными военными компаниями? Да, с частными военными компаниями, это... Присаживайтесь сюда. Это вообще интересная вещь. Дело в том, что, например, родной брат, по-моему, если я не помню, ну, кто-то из родственников нынешнего министра образования, женщина очень богатая, которая является противницей, например, государственных школ, он работал тесно с, так скажем, печально известной компанией ЧВК Blackwater и вынужден был после скандала с пытками, с коррупционными схемами оттуда уйти. Но это не значит, что он ушел из этого бизнеса. И он продолжает заниматься выстраиванием ЧВК в Сингапуре, в Гонконг сотрудничество с рядом африканских стран. И учитывая то, что его родственница будет занимать достаточно значимый пост в Соединенных Штатах и опять же включенность в богатую структуру эстеблишмента политического, значит, он может иметь какие-то выходы и на политику Российской Федерации. Дело в том, что ЧВК это тот институт, который позволяет решать силовым способом многие вопросы в очень проблемных зонах, где государства не могут участвовать. Насколько мне известно, вопросы, которые касаются создания ЧВК в России официально, они у нас пока не проработаны законодательным способом, но это не значит, что ряд российских структур сотрудничают с американцами. И что говорят военные, кстати, что говорят разведчики, то есть взаимоотношения между представителями силовых ведомств очень хорошие. То есть они работают по конкретному делу, по конкретному направлению, и они находят взаимопонимание. И вот это, так скажем, взаимопонимание на уровне решения конкретных военных задач, например, там, скажем, по Сирии, оно и остается. А вот политика, она вмешивается, как правило, вокруг вот натовских дел, потому что это в большей степени военно-политический блок, правильно? Вот, и если политика уже настолько серьезно влияет, например, на ситуацию в Сирии, то она только препятствует решению тех или иных задач. Поэтому я думаю, что вот отношения с ЧВК и любыми военными вопросами окажутся за фасадом публичной политики и будут решать так же, как и решали раньше. Но в случае каких-то политических сенсаций, политические какие-то моменты будут вытягиваться на поверхность, чтобы, так скажем, создать какой-то публичный ажиотаж и тому подобное. У меня два вопроса, хотя во многом они, наверное, согрежены. Первое, сейчас мне для кого не секрет, что в США в среднем домохозяйство по большому счету расходует гораздо больше, чем имеет доход. Это значит, что в процессе реформ придется как-то их, ну, объяснить им, меньше расходовать и больше зарабатывать. Как современная администрация электорату удастся это объяснить? Как им удастся их приземлить и объяснить им потери дохода? Так, общество потребления, спасибо, общество потребления, действительно, которое в классической, наверное, своем виде вызрело, сформировалось в Соединенных Штатах, она предполагает, я бы так сказала, буржуазный образ жизни при доходах рабочего. Ну, вот условно так, да? То есть, когда ты должен, именно должен, чтобы иметь определенный социальный статус, иметь дом, машину, скажем, ходить регулярно в ресторан и обедать и иметь какой-то определенный круг знакомых для отдыха, там, фитнес-клуба и тому подобное. Но что не укладывается в твои доходы и ты берешь кредиты? То есть, вся экономика, почему мыльные пузыри так легко стали формироваться именно в Соединенных Штатах и потом уже по миру распределились? И, кстати, зараза вот это вот получение кредитов, она и нас серьезным образом захлестнула, она сформировала вот этот вот порочный круг, когда домохозяйства действительно живут больше доходов. Вот у меня страшно злит реклама такая, в Рязани я пока еще не видела, но в других городах России есть. Захотела и взяла этот кредит, захотела и взяла. А вот подумать, из чего ты будешь отдавать, дуреха, такая женщина полусумасшедшая на этой рекламе нарисована, и для чего тебе нужен этот кредит и так далее. Это все не обсуждается. Жить нужно посредством. Если у тебя есть возможность на Ниву, я не знаю, производят такие машины или нет, я почему просто вспомнила, что свою автомобильную жизнь я начинала с Нивы, то нужно есть на Ниве. Если у тебя появятся деньги на лантру и лантру, то тогда ты купишь это. Я, например, не сторонница чего-либо делать в кредит. Это мое глубокое убеждение и уверенность в своей правоте. Американское общество построено по-другому. И это будет тяжелейший шок для значительной части населения и электората запретить, не запретить, а вот переформатировать сознание. Но учитывая современные технологические, информационные всевозможные ресурсы, нужно будет, наверное, серьезным образом продумать вот эту вот стратегию убеждения, что ты должен отказаться от ненужных тебе вещей. Потому что если, например, ты оказываешься в американском доме, то такое количество вещей, которые действительно не нужны, они присутствуют. То есть люди живут, ну, так скажем, не то, что скромно, а даже я даже не знаю, как это назвать, то есть когда у тебя окружают те вещи, которые тебе никогда, там, скажем, в жизни не понадобятся. Ты вот их приобрел только по какому-то, скажем, настроению, что называется. Вот. И но учитывая то, что значительная часть все-таки электората живет еще и на пособия, то здесь нужно будет сокращать и пособия, то есть нужно будет пересматривать вообще целую систему отношений. Почему и появляется первой, вот первой ласточкой является антимиграционный закон. То есть нужно заставить местных американцев работать, и тогда может быть государство сбросит в себя какую-то, скажем, львиную долю, какую-то долю, вернее, расходов на содержание мигрантов. Потом произойдет, я уверена, урезание пособий, потом может произойти изменение социального страхования, там очень большие страховки, ведь средняя страховка, они помесячно платят, может достигать где-то 300 долларов, это средняя страховка, правда она на семью дается, но все равно это большие средства. И это как раз таки может вызывать социальное напряжение и нестабильность. Мы уже видели достаточно большое количество протестных действий в различных штатах, связанных с убийством детей, полицейскими, с неприятием того или иного закона, и мы это все видели. Вот такая волна, конечно, социальных конфликтов, может быть, преступная волна, она может захлестнуть Америку, но я думаю, что в силу значительной роли национальной гвардии, полицейских, они смогут это сбивать, но население придется убеждать. Я думаю, что, конечно, Америка будет переживать достаточно сложные времена, но пока она печатает доллар, можно этим долларом покрывать многие проблемы. У нас в данном случае все гораздо сложнее. Вы говорите о экономических проблемах, но как Вы считаете, то, что победил в драму, это не значит, что не означает ли это поддержка, что и административная консервантильная Америка над теми, кто, грубо говоря, на выбирал, которые поддерживают Клин, не означает ли это, что народные протесты, это не они, а те, кто, грубо говоря, тот средний класс, те люди, которые доброподят, которые голосуют, это они есть на Средней Америки. и народные народные и не народные страны, то есть в 17-м год вспомнили, то, что нужны какие-то преобразования, нужны ли нам эти потрясения, или нам что-то другое нужно. Спасибо. Начну с последнего вопроса. Конечно, ни в коем случае любой человек в здравом уме не может призывать к великим потрясениям, ждать их и надеяться и приближать их, потому что любой человек, который знает историю нашей страны, и действительно результаты этих потрясений прекрасно понимает, что за этим стоят миллионы и миллионы жизней, при том, что действительно была создана и великая держава, великий и могучий Советский Союз. Поэтому я сторонница того, что, конечно, нужно все решать, так скажем, спокойным эволюционным путем, путем реформирования. И все реформы начинаются сначала же в мозгах, правильно? Поэтому переформатирование сознания и выстраивание строгой концепции в мозгу человека это первооснова. Поэтому нужны только четкие знания, четкое представление о том, что нужно сделать. Потом нужна политическая воля, чтобы ее реализовать. И в частности эта политическая воля может проявляться в конкретных кадровых расстановках. Мы уже вспоминали известную фразу здесь сегодня. То есть подбор тех людей, которые будут проводить конкретную политическую и экономическую деятельность. Ну, условно говоря, там, скажем, если мы либеральный блок правительства заменим на представителей других позиций в экономическом, то все-таки может, да, какой-то, скажем, какой-то разворот пойти. Если мы будем не ту реформу образования проводить, которая у нас сейчас проводится, а если мы выберем совсем иную концепцию, как, кстати, вы, наверное, знаете, что советская система образования считалась одной из лучших, но там много было тоже вопросов, но модернизированную советскую систему в элитных школах Германии сейчас активно используют и внедряют. И во многих шведских университетах используют именно лучшие наработки советского образца. То есть, вот такой момент, никаких потрясений, только каждодневная, спокойная, скрупулезная работа конкретных людей, имеющих определенную картину мира и определенную стратегию развития. Что касается первого вопроса, то, естественно, Трамп использовал интересы одноэтажной Америки, но его финансировали не мелкие избиратели, его финансировали те же нефтяники, те же представители крупного банка, те же миллиардеры, которые стояли в частности и за Клинтон. Но просто богатые люди в любой стране мира, тем более в Соединенных Штатах, они тоже не едины. Нельзя представлять, что существует некая общность неолиберальных глобализаторов, и все они придерживаются одних взглядов. Одна часть выступает за продолжение этого проекта, она не видит иного пути, а другая часть говорит, что нет, нужно менять это все, и нам для этого изменения нужен такой человек, который начнет разрушать. Условно говоря, кто-то мне тут недавно из силовиков пример привел. Я вспомнила Сердюкова, такой был у нас министр обороны, помните, прославился известным скандалом с Васильевой, коррупционером и так далее. Я говорю, конечно, странно, что у нас всякие коррупционные дела не доводятся до логического завершения, на что мне представитель силового ведомства сказал, может быть, потому что Сердюков разворошил многие проблемы Министерства обороны, очень много сбросил там балластовых предприятий, много было приватизировано, и поэтому сейчас у нас есть уже современные вооруженные силы, мы можем совершать уже вот такие поездки в иные государства для совершения интернационального долга, можем заявлять себе на международной арене совершенно по-новому, потому что Сердюков, грубо говоря, был разрушитель прежнего Министерства обороны. Вот почему я это вспомнила? Это очень спорное утверждение, но уж Трамп может быть стать тем разрушителем каких-то устоев и основ Соединенных Штатов, на базе которых в результате возникнет что-то новое, что-то другое, но Трамп не альтруист, он ни в коем случае не будет раздавать деньги на улицах, он также скептически, может даже пренебрежительно относится к подавляющему большинству своего электората, но он очень чувствует эти настроения и понимает, что в данном случае они его союзники, и поэтому он иногда искренне, иногда, так скажем, наигранно апеллирует к их настроениям, вот в чем его сила, а Клинтон, она вообще чужая именно этой одноэтажной Америки, за нее голосуют в основном жители городов, голосовали, жители городов, ее поддерживают, кстати, сейчас наиболее образованная часть населения, а за Трампа вот такие простые люди, которые ему поверили, а он может быть элементарный разрушитель какой-то существующей конструкции, что за ней будет, это мы тоже все проектируем, мы говорим, что есть сценарий, неизвестно, как они будут реализовываться, принцип гладко было на бумаге, да забыли про овраги, он никуда не делся, жизнь всегда вносит свои коррективы в любые стратегические планы, любые модели, так что поживем, увидим. Современная администрация США уже заявила о грядущей новой индустриализации США, и это будет очень интересно, в частности, интересно то, как при переносе производства в страну из рубежа, как ранее было реализовано, как им удастся найти рынок сбыта для новой продукции, потому что уже будет новая стоимость и самая экономическая мощность. Как придется приходить методом государственного протекционизма? А современная экономическая модель, которая существует, либеральная, рыночная, она не приемлет абсолютно никаким протекционизмом? Это же просто табу для нее. Ну и что? Ну, нет, ну что вы, США плюют на все те правила, которые, инициаторами, на которых они были. Знаете, есть такая присказка, одно из сказок про Кощея Бессмертного, я называю это казусом Кощея Бессмертного. Я дал слово, я взял свое слово, я хозяин своему слову. Это, по-моему, в образе Кощея Бессмертного, Табаков выступал в одной из советских сказок. Вот. Так что Соединенные Штаты, они, любые ограничения, которые касаются их политики, они просто не будут их учитывать. Они не входят в огромное количество соглашений. Вот сейчас они скажут, что, скорее всего, из Парижской хартии по климату они будут выходить. Если нужно, они выйдут из ВТО. Эти соглашения писались не для того, чтобы выполнять их, если невыгодно будет их инициатором. Ну, грубо говоря, тендер всегда выигрывает тот, кто его организует. Правильно? Такова уж практика, например, российской экономики и, в принципе, мировой экономики. То же самое. Перепишут, напишут другие. Вот смотрите, как населись с этими трансатлантическими, транстихоокеанскими партнерствами. И все, поставили на них крест и совершенно забыли. Обама принимает одни законы, Трамп приходит, отменяет их. Да, будет просто объяснено, что это невыгодно, что это идет во благо спасения Америки и так далее. То есть, они сделают так, как им будет нужно и удобно. И протекционист, в принципе, он всегда существует, даже сейчас в условиях неолиберальной экономики. Но каждое конкретное государство, скажем, определяет и описывает это тем или иным способом. Вот даже у нас в отношениях между Россией и Белоруссией, которые есть союзные государства, и где движение товаров прописано вообще совершенно свободно, у нас есть определенные ограничения для, например, белорусских товаров и для российских товаров на территории Белоруссии. Потому что, ну, российские товары бы по конкурентной цене выдавили бы белорусские и так далее. То есть, эти меры всегда имеют место. Поэтому не переживайте за них. Они все сделают так, как им будет выгодно. Ну, дорогие друзья, если вопросов больше нет, спасибо вам большое, что вы терпеливо выслушали меня. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Надеюсь, вам было интересно, и мне было очень важно побывать в вашем прославленном университете, тем более в такой теплой атмосфере. Всего вам самого наилучшего, хорошего дня, всех благ, до свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ